Декабрьские вечера Святослава Рихтера – традиционный подарок московским меломанам. Это один из небольших, но очень ценных островков, где в России можно услышать камерную музыку в исполнении самых знаковых, а порой самых недосягаемых мировых знаменитостей. О нынешнем фестивале и его звездах, среди которых оказался контртенор Майкл Чанц, рассказывает Ярослав Тимофеев. Декабрь всегда был идеальным месяцем для музыки. В нем самые короткие дни, а чтобы занять долгие декабрьские вечера, нет лучшего занятия, чем послушать музыку или помузицировать самому. В Москве декабрь музыкален по-особому. 27 лет назад Святослав Рихтер установил прочную цепь ассоциаций, которая держится до сих пор. Москва, декабрь, Пушкинский музей. Темный вечерний город и свет, горящий внутри. Ожидание и предчувствие Нового года. Мне кажется, что для Москвы это как раз и красиво делать это в декабре. Это такой зимний месяц московский. А потом само название, по-моему, очень красивое. Декабрьские вечера в музее имени Пушкина. Он звучит очень красиво. Этот фестиваль не похож ни на один другой. Его облик прочно связан с местом действия. Как в музее шедевры висят рядом с просто хорошими картинами, так и на декабрьских вечерах. Мировые звезды приходят в зал тем же путем, что и простые смертные. Музей не просто дает возможность проводить выставки одновременно с концертами. Сама музыка в этих стенах воспринимается по-другому. Она становится пластичной, осязаемой. Она вступает в связь с полотнами, скульптурами и колоннами. Музыка воспринимается тут бережно, как музейная ценность. В природе фестиваля остались и черты личности его основателя. В Рихтере странным образом зачитались две противоположности. С одной стороны, это был скромный и замкнутый человек, любящий одиночество и живущий внутренней жизнью. С другой стороны, он имел склонность ко всяческим причудливым проектам и выдумкам. Он устраивал в своей квартире маскарады и оперные премьеры. Возможно, из этих домашних концертов Рихтера и вырос фестиваль. В декабрьских вечерах осталось сочетание внешней скромности и внутренней непредсказуемости. Уже 10 лет фестиваль живет без своего основателя. Опорой декабрьских вечеров остаются друзья Рихтера, с которыми он любил музицировать. Организаторы, Ирина Антонова и Юрий Башмет, приглашают и новых людей. Так что за 10 лет заочными друзьями Рихтера стали многие крупные музыканты планеты. Нынешний фестиваль посвящен теме пути. Многозначность этого слова позволила собрать яркую выставку живописи и разнообразную концертную программу. Ведь любое музыкальное произведение – это путь от его начала к концу. В этом декабре в Пушкинском музее пересеклись пути нескольких мировых звезд. На фестиваль приезжают Роберт Холл, Валерий Афанасьев, Хаген Квартет, ансамбль Талис Сколлорс и другие. Вечер с участием Юрия Башмета и Жан-Ива Тибаде будет показан в эфире телеканала «Культура». А в самом зените фестиваля оказался концерт одного из лучших контртеноров мира – Майкла Чанса. С Рихтером Майкла Чанса связывают юношеские впечатления. Я видел его дважды – в двух концертах. Один был с Бенджамином Бриттоном на его фестивале в Англии, а другой, когда я учился в Кембридже, он проезжал и играл бетховенскую программу в большой церкви в моем колледже. Я очень хорошо помню оба концерта. Он опоздал к первому звонку, он пошел прогуляться к морю, но это была радиотрансляция, и BBC вынуждена была его ждать. Для московского концерта Майкл Чанс избрал свою любимую барочную итальянскую музыку. Пение, свободное от излишней вибрации и напряжения, звучало как голос из 18 века и идеально сливалось с музейной аурой. Акустика здесь очень благодарная. Она теплая, резонансная, но не с очень большим эхом. И мне очень нравится, что есть камни, потому что они так здорово общаются со звуком. Мне вообще нравится петь в старинных помещениях, в музеях, в церквях, в старинных залах. В концертах декабрьских вечеров есть особая камерность. Благодаря музыке зал Пушкинского музея способен превращаться в маленькую уютную комнату. Майкл Чанс мастерски добился этого эффекта, спев москвичам на ночь тихую итальянскую колыбельную. Майкл Чанс. Субтитры создавал DimaTorzok